Мы сегодня приехали на Красную площадь, потому что заметили тут три микроавтобуса с иностранными номерами. Оказалось, что здесь остановились три турецкие семьи. Они путешествуют по России и в том числе заехали в Красноярск. На газоне в центре города образовался турецкий уголок. Пока одни не спеша пьют чай, сидя под березами, другие отсыпаются в автодоме. Тут совсем небольшие автобусы, но есть всё. Небольшая кухня, плита, мойка. И там совсем-совсем маленькие кровати. Холодильник вот даже вижу. Ну, собственно, люди путешествуют долго. Всё для жизни. Просто очень компактно. В доме на колёсах путешественники почти три месяца. Из Турции выехали 11 марта. Через Грузию в Кавказские республики, побывали в Казахстане, Монголии и на Байкале. Обо всех тонкостях автотрипа Туна и Хайруш Айгур рассказывают в социальных сетях. Будь то грубые пограничники или удивительные природные красоты. О себе говорят. Мы простые пенсионеры, никто из нас активно не работает. Несмотря на сложности перевода, а сегодня нам пришлось изъясняться над чём-то средним между русским, турецким, английским и языком жестов, путешественники оказались очень приветливыми и дожидали урок турецкого. Прошлым летом компания отправилась в автотур по Европе на три месяца, а начало 2023-го встречали уже в Египте. Нынешнее путешествие откладывали три года. Маршрут длиннее, сложнее и дороже, чем предыдущие. В каждом городе друзья останавливаются на 2-3 дня и в путь. В Красноярске турецкие гости гуляли по центру, сходили к памятнику Ленина, а сегодня отправились в Краеведческий музей. Уже завтра уедут в Новосибирск, а потом через Казань, в Москву и Питер. Конечный пункт – Нидерланды. Софья Толстопятова и Наталья Копыткова. Новости Прима. Софья Толстопятова и Наталья Копыткова. Новости Прима. 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 Новости Пр